Итак, всем снова привет. Давайте сегодня разберём сплайны с вами. Я это буду делать на примере чаши, кубка такого. Переходим, значит, в left, вид. И здесь перейдём в вкладку shapes. Вот, выбираем line. То есть тут, как мы видим, тут есть много различных фигур, то есть окруженности и так далее. Это вы, в принципе, сами можете посмотреть. Ну и я выбираю линию. Потом нажимаю на кнопку S, английскую, либо нажимаем сюда, вот на эту кнопку, и у нас получается привязка к сетке. Это для удобства. Чтобы я потом буду объект крутить, и чтобы у нас было всё на одной оси, я делаю привязку. Так, значит, нажимаем на центр координат, и вот у нас появляется линия. Можно отжать кнопку S, потому что иначе будет мешать. И, допустим, вот с зажатым шифтом, как мы видим, идёт привязка к перпендикуляру, то есть у нас по осям X и Y только двигаются. Значит, давайте сделаем прямую. Вот, щёлкнем. И теперь смотрите, как тут, в чём дело. Давайте нажмём правую кнопку мыши. Вот, у нас линия появилась. Следует рассказать о этих, ну, о функции Creation Method. Значит, какие здесь есть варианты. А Corner – это прямая линия, то есть то, что у нас получилось. Smooth – это кривая, то есть по умолчанию вот у нас стоит Corner. Если мы нажмём Smooth, то когда мы поставим прямую, то у нас она будет кривая по умолчанию. Вот, щёлкаем, она у нас кривая. Это Initial Type. То есть первоначально, когда мы нажимаем, да, щёлкаем опять, и у нас появляются прямые. А если мы после щёлкания, то есть мы не щёлкаем, а зажимаем левую кнопку мыши, то у нас, как мы видим, появляется Drag Type. То есть вот нижняя. То есть тут у нас сейчас метод по безе. Тип по безе. Давайте переделаем на у нас Smooth. Мне он больше нравится. И сделаем заново. То есть вот Initial Type у нас Corner, когда мы щёлкаем, и когда мы зажимаем кнопку мыши, то у нас Smooth. Щёлкаем. Так, это у нас будет дно сосуда. Вот. Опять щёлкаем. И зажимаем теперь, чтобы у нас была такая небольшая интерполяция. Вот. Опять щёлкаем. Можно зажать Shift, чтобы у нас был перпендикулярный. Перпендикулярная прямая. Вот. Всё, щёлкаем опять. И так вот и продолжаем. Здесь опять можно зажать. Так. И тут можно привязать кнопку. Всё, нажимаем правую кнопку мыши. У нас половинка появилась. Теперь, что ещё хочу сказать. Давайте перейдём во вкладку Modify. И тут кое-что изменим. Нажимаем на Vertex. У нас появляются точки. В некоторых местах, допустим, их будет не хватать. Чтобы они появились, давайте опустимся чуть ниже. Геометрия. Тут мы в основном работаем с нашими сплайнами. Так. И тут мы нажмём кнопку Refine. Вот. Нажимаем её. Так. Давайте это берём. Вот. И можно отметить любую точку, где вам угодно. То есть вот, допустим, так вот. Чтобы было побольше сглаживания, да? Вот. Также можно... Нажимаем на W. И можно приподнять какую-то точку. Чтобы было более-менее ровно. Вот. Также, как мы видим, тут есть рычажки. А... Эта часть рычажка, как мы видим, она опускает. То есть... По-разному делает нашу кривую. Вот. И верхний рычажок. То же самое. Таким образом, можно подкорректировать немного нашу чашу. Вот. Ну, низ я оставлю так. То есть я ничего... В принципе, можно... Как-нибудь вот так вот сделаю, да? Вот. Всё. Ну, это не суть важная. А теперь... Теперь, что я хочу сделать? Давайте применим ещё один модификатор. Называется он, по-моему, Lotte. Вот, Lotte. Так. Нажимаем на него. И что видим? У нас произошло кручение, но не так, как нам нужно. Давайте опустимся чуть ниже. Вот. Из Directional. Он, то есть, крутит по оси X, Y и Z. А... У нас выбрана ось Z. То есть то, что нам нужно. А, нет. У нас... У нас выбрана ось Y. Вот. Опускаемся чуть ниже. Алигнен. Это идёт выравнивание относительно осей. Нам здесь нужен, по идее, Max. Вот. У нас это и получилось. Нажимаем. Давайте перейдём к перспективу. И вот, что у нас получилось. Там уже можно как угодно её редактировать. Эту чашу. Тут можно, чтобы не были такие тонкие рёбра. Чуть-чуть отредактировать. Сделать побольше размера. Так вот как-то, да. Пускай будет как-то так вот. И это можно дело редактировать полностью. То есть можно чуть-чуть убрать полигонов, чтобы не нагонять, чтобы она слишком... Ну, она слишком гладкая просто появилась. Получилось. Есть ли смысл. Вот так же внизу, как мы видим, может, если вы будете накладывать материал, то он наложится некорректно. Поэтому предлагаю здесь вам это удалить. И сделать один общий такой полигон. Так. Ну, я на этом, наверное, буду заканчивать. Тут довольно всё просто было. Сплайны это не так уж и сложно, не так уж и страшно. Вот. На сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. И всем всего наилучшего.